приехали в гости к алексею переночевали и сейчас едем на устье реки урсул погода сегодня от замечательное будет жарко до далек будет сегодня очень так что лето начинается сезон начинается начинаем ловить хариза погнали у алексея лодочка solar 500 легендарная забронированная по самые по самый привальный брус полностью бронированная полиаретаном это же в прошлом год назад произошел небольшой казус на реке катунь поехали открывать сезон сторону арбута ну и это случайно на айсберг айсберг выскочил на нас вот обновленный прицеп двухосный от этого самое главное самое главное это вот он новенький молодой серега любить когда его обнимают белого цвета улитка американская все надо ехать заправляться все поедем заводить поедем обмывать поедем открывать поедем рыбать вот друзья свернули с чуйского тракта на дорогу которая ведет так называемую путинку говорят еще газпромовская она как бы база в общем там шлагбаума у нас есть пропуск уже по сложившиеся годами традиции мы с друзьями открываем сезон в горном алтае на этот раз мы опять отправляемся в ангудай на реку катунь погнали впереди называемое алтайское подворье дача путина я говорят там путин и не бывал и сейчас мы должны уткнуться контрольно-пропускной пункт этого учреждения охрана здесь серьезная заранее мы в администрация района выписали пропуск все это для того чтобы добраться к удобному месту спуска на воду лодок да вот там еще впереди один кпп но мы туда не поедем нам нужно здесь спуститься кончился асфальт пошла гравийка скалистая здесь вот колючка забор там он виднеется строение про эту базу под названием алтайское подворье которые находятся между впадением в катуне двух рек урсул и большая суммульта ходит много легенд и слухов одни говорят что это дача президента другие что это база газпрома где правда толком не разобрать пишите в комментариях кто что знает интересно ну вот практически подъехали на место вот там вот спуск будет у нас она на катунь внизу у реки мало места для разворота аккуратно спускаемся на задней передаче к реке ну вот на катунь и вот эта ласточка сейчас будет первый свой путь пойдет надо его поднять погладить его надо он у тебя так еще можно нормально прямо и и и и вот спуск лодок у нас прошел удачно остается сейчас прогреть моторы и будем обкатывать узнать ребят и самое самое то главное ты забыл бы что должны сделать первую очередь первый пуск так ну-ка чё у нас там suzuki первый запуск мотора новый сегодня его нужно обкатать по инструкции вода пошла нет по пошла отлично главное чтоб струйка бежал везде все алексей пробует прокатиться алексей уже как третий сезон открывает на лодке solar 500 с мотором mercury 50 двухтактный отличный комплект для рыбалки туризма к усилию вот кстати прицеп немного доработанный ну как немного начиная от консоли крепление запасок носовая опора центральные опоры и боковые вложименты из лиственницы они кстати состоят из наборной доски вот так вот и стянуты как видите вот стянуты болтами насквозь то есть ее не ведет после попадания воды это боковые поддержки в общем лодка здесь лежит как влитая поставил вторую ось вот вторая ось у меня теперь машину так сильно не раскачивает кстати по этим роликам очень легко заходит исходит лодка это опора мотора просто подъезжаешь мотор сюда опускаешь он упирается и фонари ребята я вывел вверх чтобы их вообще никогда не снимать лайфхак небольшой на алиэкспрессе заказал такой комплект эта камера вот через вай фай передает сигнал в машину вот монитор и я на ходу вижу кто сзади очень удобно остается обкатать мотор и будем искать место под лагерь впереди четыре часа основной обкатки нового мотора будем следовать четкой инструкции ведь правильная обкатка мотора залог его долгой и верной службы будем медленно подниматься вверх по катуне и встречать еще три наших экипажа которые почему-то задерживаются здесь и будем становаться лёхин стан лёхин старый ну чтож ребята наши весенние приключения начинаются мы в нашли место для стоянки очень хорошая моральник цветет очень красиво здесь весенние котуль здесь здесь метров 30 от берега у нас будет стан большой видео обзор моей лодки лодка называется академия так вот размер у нее 555 по факту 540 дно дно сделано практически без киля ну и не совсем плоскодонное все таки есть небольшая килеватость особенно в передней части на днище имеется тоннель 10 сантиметров сзади установлены блоки пола участи трансовые плиты также имеются на лодке 4 корзины под ящики 1 и 2 и вот такие низкие они же снимаются и получаются как платформа наступить порыбачить а здесь рундук это это ходовой тент массовой так что там у нас под рундуком здесь в принципе пусто сейчас вообще сюда я укладываю вещи либо бензин усиленная рулевая консоль также электроусилитель стоит в ней здесь ручки под бутыльник внутрение камеры места лодки конечно очень много и эво коврики сидушки складываются можно сидеть по походному или по боевому под рундуками запчасти инструменты насосы веревки и по всей лодке до фактически до самого носа шнурована рама жесткость в силении трансов служат вот эти закладные трубы в общем лодкой своей я доволен на все 100% уже уже третий сезон на лодке академия до этого был другой мотор ямаха 115 два такта но я остановился на мощном экономичном четырехтактном сузуки 140 средний расход при экспедиционной загрузке в районе 800 кг из моих наблюдений и расчетов составляет пол литра бензина на один километр в круг это столько же сколько у меня потреблял тахатсу 50 двухтактный плюс еще и масло нужно было разводить с бензином скорость вверх по течению в районе 50 км в час с грузом конечно же зависит от реки и высоты местности и розыск 2 0 2 3 3 4 3 Разгрузили лодки начинаем обустраивать наш лагерь это моя новая палатка хигаши азином я ее уже испытал теперь летом буду ей пользоваться Во-первых, она легкая и в сложенном состоянии вполне компактная, в отличие от других палаток. Ну и, конечно же, огромный ее плюс – это очень быстро устанавливать. Две-три минуты. Жилище на два дня. Палатка Хигаши, модель Чум. Дождевая накидка. Внутри очень просторно. Здесь у нас две раскладушки. Поставил две сеточки. Здесь у нас прозрачная пленка, вентиляция с двух сторон, такие лючки. Что еще здесь есть? Кармашки, с каждой стороны практически, нет, четыре кармашка. Каркасы стеклопластика, а хабы – хабы алюминиевые. За счет этого, вот у них хабы такие, везде все проклеено, усилено, чтобы ничего не протерлось. Ну а палатка, она не прошита, это так называемая технология термострочка. Зимой мы вставляли вот такую вот врезку, вот врезка под печку, она сюда просто приклеивается и труба выходит. В комплекте идут католические крючки, ну и еще есть растяжки, если сильно большой ветер. Ну и ребята, начинаем заготавливать дрова для костра, хорошая дровина. Смотрите, как загорелось дерево, может молния ударила, тут можно залезть и от дождя прятаться к большому человеку. Все, картошка готова. Все, подъехали парни. Что так долго? Этузиазм местных жителей задерживают. Все видали, узнают, хотят познакомиться, сфотографироваться. Собирались, ждали, пацанов пока тоже. Наконец-то все в сборе. Встретили ребят и идем к лагерю. Там нас ждет ужин и вечерние посиделки у костра до поздней ночи. Вечером я решил запустить квадрокоптер. На этот раз неожиданно в кадр попались медведица с медвежонком возле лагеря. В общем, смотрите сами. И да, не забудьте поставить лайк, поделиться видео с друзьями в соцсетях. Спасибо. Дведица сразу же почувствовала опасность и решила удалиться в кусты. Я же последовал за ними. Облетаю деревья и в какой-то момент сел аккумулятор на квадрокоптере. Вернулся в лагерь для его замены и обратно к нашим лохматым соседям. Очень хотелось поближе заснять эту парочку. Ведь такие кадры бывают крайне редко. Удивил меня и цвет шерсти алтайских медведей. Я почему-то был уверен, что они должны быть темнее. А эти какие-то рыжие. Почему? Может после спячки только проснулись. Кормятся, ищут корешки, грызут что-то в земле. Кормятся, ищут корешки, грызут что-то в земле. Так, палатка. Коричневая. А вот и долгожданный ужин. Игорь с Натальей жарят мясо. Сделали салат и много чего еще. Погода сегодня как по заказу. Солнце, тепло и нет дождя. А главное, это душевная компания, которая сейчас здесь, на берегу Катуни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну вот, все проснулись. Сидим, пьем кофе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вчера пообщались. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, первая партия подходит. Поближе, поближе. Вот, там это. Утро следующего дня. На завтрак Наталья балует нас вкусными беляшами. На сегодня особо планов нет. Будем кататься на лодках, порыбачим. Сходим в приток Катуни. Это река большая сумульта. Вода там точно чистая должна быть. Кстати, очень хорошо спалось сегодня на свежем воздухе. В палатке было тепло и уютно. Ну что ж, прогрели мотор, удочки взяли и вперед. Идем по Катуне до Большой Сумульты. Вот она, устья реки Сумульта. Вон парни едут. Это экипаж из Новосибирска. На лодке Шерпа 430. Ребята впервые с нами на открытии сезона. И надеюсь, им понравится. И будут постоянно с нами его открывать. Соседи как-никак. Покидали мухи, поклевок не увидели. И решаем подняться немного вверх. Может там вся рыба прячется. Вода чистая, ее мало. Осторожно подняв мотор, идем вверх. Аккуратно обходим камни. По этой реке пару лет назад мы двумя экипажами с Михаилом из Горноалтайска поднялись по Сумульте около 20 километров. Далее последовали непроходимые для водомета пороги под названием Шумы. Об этом будет видео позже. Река непростая. Здесь много препятствий в виде каскадов. Пару сошедших селей образовали новые зажатые грунтом пороги. Каменистая река. Здесь еще много Г-образных поворотов. Кстати, есть отважные, которые переоценив свои силы и умения сразу же пытаются покорить эту реку. Но все не так просто, как кажется. Тут, ребята, кто-то становался. И когда-то здесь, видимо, лодку перевернули. Да, это Тарго от лодки. Да. Покидали мухи. Нет поклевок. Решаем идти обратно. Решаем идти обратно. Замечаем, как наши товарищи попали в небольшую неприятность. Они налетели на камень. Не получается самостоятельно с него сойти. Идем на помощь. Подожди, подожди, ты упадешь сам. Сейчас еще хуже будет. Подожди, не переверните лодку. Давай веревку сюда. Веревку лови, Коля. Только лодку не качайте, а то она может перевернуться. Ее сюда надо дергать. Сильнее кидай. Давай, там держитесь. Раз, два, три. Раз, два. Качайте морду, качайте морду. Да, вот сюда. Видишь, как стоим. На нос перейдите. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Мотор завел. Сюда, сходи. Так, нормально, нормально. Мотор завел. Мотор завел. Малайбрак. Мày бит. Прекрасный теплый майский вечер, вдали от цивилизации, здесь нет дорог, связи, рыбачим и отдыхаем. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры делал DimaTorzok Провели время, обкатал я новый мотор и очень доволен Особенно порадовали наши соседи-медведи Хорошо, что они нас не побеспокоили Впереди 650 километров автомобильного маршрута и мы будем дома Вот она, база, Алтайское подворье, вид с воды Отлично провели три дня на Алтае, весеннем Алтае Вообще классная компания Отдохнули, порыбачили Ребята на кадринг сходили Мы никуда не пошли, потому что Да и неохота было ходить В общем, все, загружаем лодки и прямиком домой Мазик, сила! На этом все, друзья! Буду рад новым зрителям! Подписывайтесь и пишите комментарии под видео Задавайте мне вопросы, ставьте лайк! До новых встреч!